Сегодня в новостях. Компания Apple, Xiaomi Redmi Note 5, Nokia 8 и ZTE. Всем привет, я Макс. Ну и перейдем к новостям за понедельник. Первая информация о Xiaomi Redmi Note 5. Внешний вид смартфона пока что неизвестен, но скорее всего он будет мало чем отличаться от прошлого поколения. Источники сообщают, что смартфон будет оборудован новым процессором Qualcomm Snapdragon 660, либо 630. Ну а остальные характеристики останутся как и в прошлом году. 3 или 4 гигабайта оперативной памяти, 12 мегапиксельная камера, 5,5 дюймовый дисплей. Стоимость смартфона должна быть в пределах 150-200 долларов, в зависимости от версии. Ну а представить смартфон должны уже в октябре 2017. Неизвестный смартфон ZTE появился на фотографиях. Как видно из фотографий, компания ZTE скрывает внешность данного смартфона. Ну можно увидеть сдвоенную камеру с обоих сторон, стеклянный корпус, а также сканер опечатков пальцев на лицевой стороне. По характеристикам пока ничего не известно. Я полагаю, что скорее всего данный смартфон принадлежит к линейке Nubia M из-за схожести расположения кнопки домой. Вероятно, данный смартфон будет называться Nubia N3, либо может быть и Nubia M3. Компания HMD готовит к выпуску обновленный Nokia 8. Данный смартфон, в отличие от нынешнего Nokia 8, будет обладать увеличенной памятью 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. И одним цветом на выбор, темно-синим. Стоимость данного смартфона будет 670 евро. Напомню, обычная версия на 4,64 ГБ сегодня продается за 500 евро. А у компании Apple все очень плохо. Собственно, об этом говорят сегодня все СМИ и газеты. Почему же? Вероятно, по причине так называемого хайпа. Сегодня в новостях говорят, что акции Apple скатились и показывают таблицу за 5 дней. Да, если мы действительно ее посмотрим, на ней видно, что акции сегодня стоят 152 доллара. А вот 5 дней назад они стоили 160. Но если мы увидим таблицу за 1 год, то здесь уже другие результаты. По сравнению с прошлым годом акции подорожали на 40 долларов. Почти в полтора раза. А если посмотреть еще дальше, на 5 лет, то становится ясно, что компания Apple сегодня не за что беспокоится. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. Ну а также, если нужна помощь в выборе техники, либо смартфонов, пишите под данным видео, либо в группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Удачи и пока! Продолжение следует...